Власти объявили о введении новых биометрических заграничных паспортов, которые должны стать более защищенными и безопасными. Их начнут выдавать в апреле. Андрей Тукумбаев подготовил об этом отдельный сюжет. Намеченная на весну выдача новых загранпаспортов может помочь выводу Кыргызстана из так называемого «черного списка США». Перечня стран, гражданам которых въезд в Соединенные Штаты ограничен. Об этом в понедельник сообщил зампредседателя Государственной регистрационной службы телег «Батырканов». Электронные паспорта более системные и безопасные. Поэтому на основании этого решения каждые из стран начали внедрять электронные паспорта биометрические. На сегодняшний день, если сказать, практически в районе 80 стран мира еще не внедрили. В том числе и был Кыргызстан до сегодняшнего дня. Контракт на поставку бланков биометрических паспортов ГРС заключил в мае с немецкой компанией «Мульбахер ID Services». Выдавать их намечено с апреля 2021 года. Необходимость ускорить процесс продиктована в числе многих других факторов требованием Международной организации гражданской авиации ИКАО. Она не первый год настойчиво рекомендует руководству страны приблизить документ номер один к мировым стандартам, обеспечив защиту паспортов от подделки. Это снизит число случаев, когда за граждан Кыргызстана за рубежом выдают себя террористы и другие преступники, находящиеся в розыске. С введением новых паспортов делать им это будет гораздо сложнее, заверил журналистов главный специалист госпредприятия «Инфоком» при ГРС. Новый паспорт содержит около 30 элементов защиты. Вообще известно лишь несколько из них, а информация об остальных является секретной. Ее будут знать лишь сотрудники проверяющих структур. Абдекаимов пояснил журналистам, что, например, концентрические круги на обложке паспорта не просто дизайнерский изыск, а один из элементов защиты. Специальная тесьма, которая содержится в переплете паспорта, пропущена через все ее окружности, покрытые специальной пластиковой оболочкой. Теперь расплести паспорт для того, чтобы незаконно заменить там страницу, будет практически невозможно, не повредив обложку. А вот некоторые из других элементов защиты данных. Здесь находятся геляшированные узоры, тонко-струйные, с переменной толщиной и длиной, и углом поворота линии. Защитные экраны, скрины, так называемые, состоящие из текстов, из точек, из рисунков. Далее микротексты, позитивные и негативные. Что это значит? Негативные – это значит черное, белое на черном, позитивные – это черное на белом. Как того требуют стандарты ИКАО, бланк паспорта нового образца содержит и криптографическую защиту. Она представляет собой важнейший атрибут, например, современных проездных документов. При этом разработчики не забыли об эстетической составляющей. Отражающим нашу культуру, наши традиции, чтобы мы могли популяризировать нашу историю, нашу природу, нашу фауну. Как вы видели на презентации, здесь собраны основные. Конечно, все невозможно, все, чем мы богаты, уместить в одном документе. Но мы постарались коснуться всех спектров основных нашей жизни и всех областей нашей республики. А вот другой эстетический изыск, заметный, правда, лишь под ультрафиолетовым излучением. Под ним каждая страница пестрит яркими красками. А на последний, под ультрафиолетом, возникает четверостищая из эпоса МОНАСС. В ГРС пока не решили, какую сумму должен будет вносить получатель паспорта. Но уже установлено, что она будет не меньше 400 и не больше тысячи сомов. За гранпаспорта выпустят двух видов – объемом 34 страницы и 52 страницы. Второй вариант дороже, сказал среду корреспонденту Пятого канала, зампредседателя ГРС и добавил. По стоимости паспорта хочется отметить, что, возможно, даже впервые в Кыргызстане международная компания поставляет нам свою продукцию по сомовому эквиваленту. Это значит, пояснил Батырканов, что размер взноса за приобретение паспорта теперь постоянен. Колебания курса доллара на него влиять не будут. Раньше с посовщиками бланков государство рассчитывалось в рублях, либо в американской или другой иностранной валюте. До этого паспорта они были… общегражданский паспорт производился компанией «Деля Ру», английская, евро. Биометрические ID-карты произвели нам Корея. То есть они были 2,5 долларов, в районе 2,5 долларов. И всегда стоимость паспорта скакала в зависимости от курса валюты. История с выпуском биометрических загранпаспортов затянулась на несколько лет. Предпоследний тендер прошел в октябре 2018 года с участием пяти фирм, в числе которых были немецкая и французская компании. Победило литовское предприятие «Гарсу Пасаульс», печатающее в Литве паспорта этой страны. Организаторы тендера тогда утверждали, что он прошел честно, и выигрывали самые лучшие, а победители хорошо разрекламировали свою продукцию, как и сейчас. Утверждалось, что Кыргызстан по степени защиты своего документа номер один от подделки вышел на передовые позиции в мире. Но вскоре выяснилось, что победа фирме «Гарсу Пасаулис» досталась коррупционным путем. Уголовное дело по этому тендеру было возбуждено 22 февраля 2019 года. В его рамках 17 апреля ГКНБ арестовал тогдашних заместителя главы госрегистра Русланбека Сарыбаева и экс-секретаря этого ведомства Данияра Бакчиева, а также главу госкомпании «Инфоком» Таланта Абдулаева. Тот в ходе допроса сказал следующее. В ходе следствия Абдулаев дал показания, что ему предложили содействовать лоббированию интересов литовской компании. И где на этой встрече ей было предложено оказаться действие лоббирования интересов компании «Гарсу» в рамках дального тендера по электронным послакам. В январе 2019 года состоялась вторая встреча с ней же в ее кабинете, где мне были переданы денежные средства в разбитых 20 тысяч долларов. Обвиненные в предварительном сговоре с «Гарсу» Пасаулис, Абдулаев, а также заместитель главы ГРС Сарыбаев и статс-секретарь ГРС Бакчиев были задержаны 16 апреля 2019 года. А через три дня, 19 апреля, ушла в отставку Алина Шаикова, предварительно обнародовав информацию про руководителя ГКНБ. Тот, в свою очередь, вскоре тоже ушел в отставку, но перед этим сделал заявление на заседании парламента. Что касается ситуации с «Гарсу» Пасаулис, то возбуждено дело. Агентство Reuters опубликовало официальную информацию об их делах Конго. Прокуратура Брюсселя также возбуждала на них дело. Там была проблема со стоимостью паспорта. Сообщалось, что аффилированной фирме оставалось по 60 долларов с каждого документа. По словам Кардеркулова, литовская фирма нередко продавала изготовленные ею паспорта преступникам и террористам. Паспорта, которые они делали на Каморских островах, продавались преступникам и террористам. Многие эксперты говорят, что это сомнительная фирма, но, несмотря на это, наши некоторые сотрудники, организовывавшие тендер, заключают с ними договор. Такое ощущение, что это было сделано специально, потому что техусловия изменились по ходу дела и готовили их к аффилированным компаниям. Поэтому крупные компании отказались от участия в тендере. Изготовление паспортов Кыргызстана не раз сопровождалось скандалами. Например, в 1994 году при изготовлении первой партии документа номер один была допущена грамматическая ошибка. В тексте названия страны Кыргызская республика на английском первое слово было написано на французский манер. Кыргиз, а не кыргиз. Чиновников отличает не только небрежное отношение к символике своего государства. Результатом стремления некоторых из них делать бизнес даже на самом сакральном стал тот факт, что эти паспорта можно недорого купить на черном рынке в любой точке мира, вплоть до африканских стран. Это и стало причиной, по которой США ограничила право на въезд гражданам Кыргызской республики. Власти страны не сошли нужным оборудовать типографию для печати своих паспортов, как в некоторых постсоветских республиках, например, в Литве. Объясняют это тем, что такое предприятие будет нерентабельным. В итоге задачу государственной важности доверяют зарубежным подрядчикам, оказывающимся иногда ненадежными. Изготавливать паспортные бланки на территории страны Идрис Кадыркулов предлагал в декабре 2018 года, будучи еще председателем ГКНБ. Но предложение его не было не только услышано, о нем стало известно лишь в апреле следующего года, когда уходила в отставку глава ГРС Алина Шаикова. Андрей Токамбаев, Телек Асхатбеков, 5-й канал, главные итоги.